Триплекс уголик, 123 глава. Птичка. Ну и что мне делать? Сделал уже ватанки? Нет пока. Может подумай над этим вместе? Над моей подписью? Ага, я хорошенько поразмыслен над этим. Придумаем тебе блистательную, яркую, крутую подпись, говорящую саму за себя. Так-то. И почему эта моя новая подпись должна обязательно быть крутой и яркой? Это же так классно, будешь как какой-нибудь супергерой. Уникам одним словом, глянув на неё, все сразу поймут. Вот она, подпись ватануки. Да, подпись, конечно, по-своему символизирует человека, но почему бы просто не взять первый иероглиф имени за основу или какой-нибудь природный символ? А, это да, кстати. В манге такое проще идёт. Кстати, не только, ещё и иерог. А вот булава, а хз, по-моему, просто... Ну, не булава, а кистень, кстати, да, по размеру кистень, по-моему. Могинштейн, она куда длиннее. Цветок, например, или бабочку. Слепой дождик. Лисовая свадьба, да? А, у нас это «Грибные дожди» называется. И это также неизбежно. Может, опять попробовать спустя столько времени? Закрой глаза, тринь все мысли и слушай лишь то, что услышишь первым. Птица. О, здорово. Валс, я тут не ожидал увидеть. Они же путешествуют бесконечно, да? Не сильно изменились, кстати. Добро пожаловать! Я дома! Хе-хе, кстати, реально. Знаешь, давно мы не виделись. Ты рада, Макона? Да и Шарон, Кунпа, тоже. Добро пожаловать. Мы, наконец, добрались сюда. Аккуратно. Маконы уснули, да? И еще бы столько слопать и выпить. Любой бы заснул. Они просто рады долгожданной встрече. Ну да. И Шарон, Кун, повеселел. Он постоянно волнуется за ватанок и Куна. Сколько уже прошло с тех пор, как мы отбали из страны Квоу. 520 дней. Для нас, конечно. А, окей. Разное время исчисления. Всего полтора года. Поэтому изменились не так сильно. Но он, наверное, ждал дольше. Так, магазинчик теперь. Да, я стал его новым владельцем. И прости, что взял те очки, что ты оставил. Они лежали в сокровищнице, но... Не беспокойся. Ты стал сильнее, как магией, так и сердцем. Если так, то это хорошо. Вы уже видели сокровищен? Нет. И еще нет. Но... Мы обязательно увидимся. Да. Если сильно чего-то желаешь, оно исполнится. Простите. Когда сережка начинает светиться, это знак, что нам пора в новый мир. Все пучком, мы обязательно снова встретимся. Да. Спасибо за все. Извини, что свалились тебе на шею аж на пять дней. А, все же пять дней. Я думал, блин, сразу что ли их выдернули. Пять дней это хоть что-то. Что вы? Вы же взамен помогали на кухне и с покупками. Передайте домогикун. До свидания. Домогикун, а до свидания от нас. Бедный, бедный Карусамо. Он обещал в следующий раз принести хорошего Саке. Я специально отложу эту бутылочку к вашему следующему приезду. Спасибо. Это... Я смог бы, возможно, помочь вам помпасть к Сакуричану. Да цена... Уже была от тобой уплачена, когда вы появились. Что? До встречи. Увидимся. Цена была уплачена. В плане того, что он появился там, где он хотел. Ну, то есть... Само его появление было ценой. Чей желание ватанок и увидеть его. Я обязательно скажу Сакури, что это ты помог нам вновь встретиться. Неплохо получилось. Удобно. В плане и... Себе приятно, и... Ну... Другу или другому себе помог. Интересно, попадут ли они в мир Сакуричан. С ними все будет хорошо. Сто пудово. А, с ними все будет хорошо. Сто пудово. А, да. Так что за цену успел оплатить тебе, Шавран? Знак, который он подал мне в тот миг, когда я думал над подписью. Ага. Даже так. Шавран Кундал мне. Звук. Птица. Подпись. Та вещь, кой ты пользуешься всю жизнь. А вкупе с моим родом деятельность, она еще является защитной печатью. Вполне приемлемая плата. Я желаю вам удачи в их путешествии. Ну, приятный такой фан-сервис в неком смысле. Хоть и ненадолго. Чутическо показали, что у них более-менее все в порядке. Кто же что, время по-другому идет. Сэндай изначально сам не ожидал. Судьба так распорядилась, можно сказать. Ну, хорошо. Конец записи.